Всем привет! Поздоровайтесь! Привет! Всем привет! Я не могу, не плохо. Вот ты маши тарелочкой, давай еще раз. Всем привет! В общем, смысл в чем? Сейчас мы пойдем кормить волков и хотим обратить внимание, когда мы подойдем, ваше внимание на что? Когда мы подойдем к вольеру, вы увидите, что справа станет ручный, потом масяна и третья ласкава. То есть у них уже выработался определенный стиль кормления и прием вот этой вот пищи. Сейчас мы в данном случае даем им лекарства. Пойдемте, посмотрите, как они четко станут в один ряд по названиям, как я и назвал. Так, выстраиваемся в очередь. Ласкава, ты не на своем месте, вставай, молодец, на свое место. Ручный, молодец, ручек, молодцы. Вот это ручный, это масяна, а это ласкава. У ласкавы черненький носик. Ну, вот здесь метка вот такой. Когда-то у них какая-то аллергия произошла на носу, и так метка и осталась. Ну, вот эти вот не любят, когда их гладят. Вот так. Масечку хоть в глаз укали. Вот. Ласкушу, ласкуша. Масяна может тяпнуть. Масяна, Масяна, Масяна. Ну, все, хорошая девочка. Ну, мы ее воспитываем. Ручный он вообще, зверюга при еде. То есть, его практически ручный. Мыр, 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 мыр. Все, хороший мальчик. Все, ешь, зайка, все, ешь. То есть, ну, он как пацан, он больше озлобленно так себя как бы ведет. Ну, в принципе, дети нормальные, скажем так. Что еще можно сказать по этому поводу? Вы сейчас, конечно, обратите внимание, насколько они худы. То есть, они практически истощенные. Но проблема в том, что по-другому у нас не получается сейчас на данный момент. Дело в том, что мы им сейчас даем лекарство. Уже вторую неделю. Лекарство это называется цифалексин. Самое противное лекарство. Какое только можно придумать. Ну, я сам лично его попробовал. Ну, вообще, короче говоря, как кошки написали. Что-то типа того по запаху. Ну, запах кошачий. На, ручный, а, зайка, ешь, давай. Молодец, ешь. Увеличивать количество еды нельзя. Почему? Потому что они потом категорически отказываются есть. Если мы еще впроголодь можем, мы их как-то накормить. То есть... Не мешай есть. На, ручный. Ручный, на, скорей. Что это такое, ручный отказывается? На, ручный. На, зайка, на, с руки. На, ручный, на. На ко мне. Хорошо, ешь. Ай, умница мой, молодец. Хорошо. Хорошо. Молодец. Хорошо. На, еще скорее. Хорошо. Умница. Умница. Молодец. Хорошо. Хорошо. Вот, вот таким вот образом у нас происходит кормление. Уже в течение двух недель мы их вот таким вот образом мучаем, честно говоря. Почему? Потому что по-другому обмануть волка не получается. Он категорически отказывается есть это лекарство. Но оно необходимо. Почему? Потому что стафилококк другим образом не победить. То есть из предыдущих наших рассказов, кто не видел, я сейчас скажу одну вещь, что если вы перейдете на канал Верность ТВ, то сможете увидеть предыдущие ролики о наших волках, в частности о волке Хуки, где я рассказываю причину заболевания этим, ну, причину этого заболевания, вернее, откуда оно взялось. Вот, ешь, ешь, зайка, ешь, молодец. Сейчас вот на данный момент очень сложно нам давать это лекарство, я говорю еще раз, потому что они категорически отказываются выдавать. Ну, вот приходится вот так вот жертвовать их ним весом. Вот, в принципе, сейчас следующим этапом у нас будет десерт. Десерт в студию. Вот. Как они с удовольствием едят помидорочки? Причем с ложечки. С ложечки. Вот ты мой зайка сладкий, умница. Давай, кто еще помидорочку? Лоскуша, давай. Лоскуша, на скорее. Ай, умничка. Ну, Лоскуша еще лекарство доедает. Помидорочки, молодец. Вот. Хорошо, ручек молодец. Давай, Лоскуша, на. Лоскуша. Ну, хорошо, на еще. А солили помидорочки? Да. А зачем? А они так вкусные. Да, дайте попробую. Ну-ка. О-о-о. Меньше солить надо. Сильно солененькие. Ну, все, все, зайки, все. Помидорчики, да. Вот. То есть, может, лекарства в помидоры добавлять? Ну, молодцы, хорошо, да. Лоскуша, на, зайка. Сейчас тебе помидорочков не доставят. Дай-ка я сыпану чуть-чуть помидорочков. Ну, помидорчики пошли. Хорошо. На, скорей, зайка, на. Ай, умничка. Давай почеруемся. Злой волк помидорочки не хочет отдавать? А чего ты не хочешь отдавать помидорочки? Ты такой злой? Ну, чего ты ругаешь? Ну, я дам помидорочку тебе. На, зайка, на. Не психуй. Ой. Ложку не отрывайте. Мась, на. Лоскуша. Масяночки помидорочку. И мне ложечку. Папе тоже ложечку. Вот так же. Ай, тюма, я хорошее. Да, молодцы. Ай, умница. Лайф молодцы. Масяно. Хорошо, помидорочки. Попробуем сегодня вечером с помидорами дать. Вообще, они на самом деле очень уникальные животные. Практически едят все подряд. Ягоды, фрукты. Даже у нас в приюте было две собаки, интересно, арбузы едят. То есть, был смысл какой. То есть, кидали во двор с собаками арбуз. Никто из собак его не ел, кроме двух. Одна ела мякоть, а вторая только корки. Вот в чем фишка, не знаю. Кстати, из тех подписчиков, кто находится в Смоленске, вы знаете, что сейчас не так все просто. У кого есть возможность, у кого овощные, может быть, базы или еще кто-то, помогайте арбузами, помидорами. Ай, 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 волк отдай! Волк! Да что это такое? Волк, ты испортил тарелку. Блин, елки-муталки. Волк. Ручный. Теперь она не будет закрываться. Так, тебе штраф. На, подожди, на, 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 Мася, на, на, зайк, на. А то ручный сожрал столько помидор уже. Дай-ка я вам подкидаю, ребята. Ну-ка жуйте так, кому достанется. А то кто-то не доедется, мне кажется. Все, ешьте давайте. Вот. Вот таким вот образом. Мы восполняем у них недостаток различных витаминчиков. Вот. Это о чем говорит? Помидоры азербайджанские, вкусные. Ну все, не деритесь. Вы когда-нибудь видели, чтобы волки за помидоры дрались? Это только за азербайджанские помидоры. Почему? Потому что я вот сам попробовал. Я уже второй день пробую их. Вообще отличные помидоры. Ну, как раньше. Сейчас даже семена, которые продают, и помидоры, когда растут собственные, да, в теплицах, уже даже в своей теплице нет такого вкуса, как раньше. Потому что что-то эти китайцы там опять понаделали с этими семенами. Все китайское, е-мое. Китайцы даже сейчас яйца уже научились делать, капусту. Все химия. Вообще кошмар просто. Ай, умница, молодец. На, скорей. У волка очень разнообразное, кстати, питание. То есть, в лесу, я думаю, они едят все подряд. То есть, вот сейчас вот, когда мы выходили недавно на днях на прогулку с хуком, он с удовольствием сожрал мышь. Все. На этом наш короткий репортаж мы сегодня хотим закончить. Я думаю, вы удивлены тому, что волки едят помидоры. Если вы еще не получили удивление до этого момента, мы будем продолжать это делать, чтобы все-таки вы удивились. Потому что то, на что они способны, и что они могут вытворять, очень мало людей об этом знает. Я думаю, что вполне настал момент осветить это все. И пусть люди меняют биологию. Всем пока. До следующей встречи. Я надеюсь, сегодня вы еще сможете посмотреть ролик о том, как идут дела. Пока сейчас не буду говорить, хорошо или плохо. И своей физиономии тоже не буду выдавать, намекать, как там у нее дела. Плохо или хорошо. Хотите посмотреть, заходите позже на канал и наблюдайте, как идут дела у Урчи. То есть, сейчас вы можете наблюдать, что с ней произошло. Потому что только что ролик вышел. А вечером посмотрите продолжение, чем дело кончилось. Все. Всем пока. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok